Загружаем себе по полной программе. Александр Малаев и Геннадий Титков – участники чемпионата «Лучший сантехник Кубок России». Конкурс состоит из трех этапов. Наши инженеры озвучивали, что есть такой конкурс, и кто желает, можете проявить свои таланты, свои возможности. Мы с напарником, с Геннадием посовещались, думали, ну почему нет. Смотрим там по фотографиям ребят, все молодые, мы такие достаточно уже возраст не думаем. Надо как бы тоже показать молодым урок. А вы в профессии давно? Можно сказать, как ребенок родился, кто в кораблике играет, уже в сантехнике, я так думаю. Так что это… За вашу жизнь? Да, можно так сказать. За жизнь ваша. За что вы любите свою работу? Ну, мы просто в сантехнике, я бы сказал, мы санитары. Серьезно? Ну, а как еще? Кто приходит на помощь, когда где-то что-то льется, протекают, естественно, сантехники. А сантехник, ну, можно сказать, как и санитар, помогает. Первый этап чемпионата получил название «Добро согревает». Все дело в том, что сантехники по всей стране оказывают безвозмездную помощь нуждающимся – ветеранам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам в замене и ремонте сантехники. Александр и Геннадий решили пойти более сложным путем и помогают социально значимому учреждению. Теперь в центре реабилитации «Раменский» зимой станет гораздо теплее. Нам главное не победа, а главное участие. Вот мы с девчонками повесим батареи, им будет тепло, поменяем там кран на умывальники, чтобы они могли комфортно себя чувствовать. Поэтому мы называемся «Комфорт». В этом зале достаточно холодно зимой. Занятия физкультурой здесь и большие праздники мы проводим тоже здесь, так как это самая большая площадь. Мы благодарим проект «Кубок России – лучший сантехник» за то, что у нас появились новые чудесные батареи. У нас будет теплее в нашем центре нашим получателям социальных услуг. Финальное мероприятие пройдет в городе Челябинске 23 ноября 2023 года. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Надо попробовать показать себя, где мир посмотреть. Я в Челябинске не был, еще проездом только был. Что ж, мы желаем вам удачи. А что бы хотели посоветовать молодым начинающим сантехникам? Век живи, век учись. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов, Раменское телевидение.